Добрый день, глубоко уважаемые коллеги. Действительно, коллизия, сейчас включат презентацию, коллизия как столкновение взглядов, да, переводится с латинского. Действительно, в определенное время мы знаем, что было веха того, что набат был раскачан в поваренное удаление, да, аденоидов и миндально, денатонсилотомии. Сейчас, может быть, идет некоторая переоценка иммунологических факторов, набат в другую сторону раскачан. Здесь, конечно же, нужно еще и с лор-врачами поговорить, но сегодня мы скажем о том, а что же об этом думают неврологи и сомнологи. Ну, вообще, тут думать-то мало, что нужно, но когда дети приходят с аденатонсиллярной патологией на комиссию психолога-медико-педагогическую, то у нас до сих пор по одному симптому ставят диагноз. И эти дети с птичьим лицом могут отражать хабитус ребенка с умственной отсталостью. И одни из первых случаев, когда в наш центр патологии речи, вот за 11 лет работы, где у нас есть лаборатория сна, стали приходить дети, которым ставили умственную отсталость, а бабушка с молодых ногтей говорит, ребенок запрокидывает голову, я стою, дежурю, подкладываю ручку, но никто на храп западения парадоксальной грудной клетки не обращал внимания, ребенок получает нейролептики, и на сегодняшний день популярные диагнозы аутизма, еще какой-нибудь парааутизма, эцетара, эцетара, эцетара. Поэтому вот эту тему мы занялись, и давайте попробуем разобраться. Ну вот первый выписной эпикризис педиатрического отделения. Посмотрите, напомню, что у ребенка по типу чейнстокса дыхание может быть у новорожденного в норме, или периодическое дыхание может быть. Посмотрите, по 3 секунды апноя у ребенка, но диагноз ставится то, что знаем, аффективно-респираторные приступы у ребенка в 1 год 11 месяцев, ночью не может быть аффективно-респираторных приступов. Вот такова коллизия. Поэтому я здесь привел слова академика Вейна о том, чтобы установить диагноз хоть какого-либо заболевания, нужно по крайней мере знать о его существовании. И вот из нашей монографии мы взяли данные ученых. 2017 год утверждает, что педиатры при рутинном обследовании зачастую неадекватны в оценке сна и его диагностике, потому что просто нет времени на обучение по медицине сна. Ну и в педиатрии то же самое, в неврологии педиатричестве. Ну и посмотрите, что у невролога. Вот переходит пациент очередной с дисграфией, ребенку 10 лет, мальчику, он ходит, получает баки, маки, томатисы и так далее. Идет стимуляция высших этажей головного мозга, а это всего лишь фасад, это лобные доли, а главное подкорка, фундамент, единство тела и психики, интегративная система мозга, глубина мозга. И вот у ребенка стоит диагноз травмы, шеи видит, травму уже моль поел на МРТ. Диагноз стоит СДВГ, популярный диагноз. У ребенка было 10 апноэ в час. В час. И диагноз популярный стоит, получает у ребенка препараты. Поэтому я здесь привел слова Гетта о том, что каждый слышит только то, что понимает. И вот говоря сегодня о грудном вскармливании, глубоко уважаемых коллеги, мы порой так же и подходим. Каждый знает только, что знает. Педиатр говорит, при корме вводит, мама говорит, при корме вводит, только он больше любит грудь, педиатр скажет, сворачивайте, будет лучше есть. Например, невролог скажет, сворачивайте грудное вскармливание, тогда ребенок будет более самостоятельный. Есть такие дети с патологическим симбиозом. А в тальмологах что может сказать? Сворачивайте грудное вскармливание, грудь близко к глазам, будет косоглазие. То я с позиции медицины сна скажу, что грудь может быть цельгебером, внешним время задателем, и это не пищевые сосания груди, когда ребенок задает ритм биологическим часам, улучшает сон. А если раны отменили, он будет через каждое 40 минут просыпаться, его нужно будет укачивать. Вот еще, вот вам и коллизия вся. Ну ладно, ближе к делу перейдем все-таки. В общем, чем интенсивнее процесс специализации, тем актуальность в интеграции. Поэтому, к сожалению, мы начинаем увлекаться, и происходит следующее, что мы расходимся в интеграции. Для этого действительно хорошо, что есть такие формы, когда мы можем обмениваться мнением и межрисциплинарно подходить. В общем, что нас может тогда, если есть коллизия, что нас может объединить и согласовать? Это сон. Мы с вами проводим треть жизни, ребенок половину. Поэтому самое обалденное наслаждение – это сон. Вы знаете, три буквы есть на заборе, у нас с аналогией три буквы – это сон, а в школьной педиатрической и школьной педиатрии у нас есть теперь три ругательные буквы, другие – ЕГЭ. Понимаете? Ну ладно. И сон – это особое генетически детерминированное состояние, и главное – во сне ритм – это фазы и циклы сна. Итак, детская обструктивная апноэ – до 10% детей. Разные данные – от 3 до 10%. Вот, может быть, что от нас ускользало, и что является дополнением к пониманию патогенеза аденотензелярной патологии. Нарушение дыхания во сне есть в МГБ-10, рубрификация, посмотрите. И сегодня мы говорим уже не просто об обструктивных апноэ, еще есть гипопноэ. И в наших исследованиях была группа детей, у которых храпа не было, а были гипотологические гипопноэ, и мама не жаловалась. Вот в чем еще проблема в диагностике. Клинически значимый СОАС может быть без храпа, до 10% детей храпят с 4 до 5 лет, и СОАС может быть до 10%. И смотрите, пик возрастной – 2-8 лет без полового деморфизма, в отличие от мужчин-храпунов, которые превалируют во взрослой популяции. Кстати, скажем, что нельзя переносить принципы терапии и взрослой неврологии на детей. Все-таки мы находимся в медицине развития, и у нас болезни развития. И мы получили совсем иные данные, в отличие от классического пиквикского синдрома во взрослой популяции. Мы предлагаем вашему вниманию наше исследование, оно публиковано и в неврологических журналах, и в отаринолингологии. Итак, давайте посмотрим. Апноэ считается у ребенка патологическим уже больше 1 в час, а у взрослого больше 5 в час, напоминаю. 3 степени, ну вроде бы все понятно. Всем будет понятно, когда тяжелая степень, более 15, ребенок лимфатик, например, подростковый возраст, полный ребенок, парафрингиальная жировая клетчатка, там все вроде бы понятно. То мы взяли группу детей, которая пограничная. Вроде бы и оперировать, и не оперировать, легкая степень. И посмотрим, что же так же получилось. Поэтому ведущий этиологический фактор при синдроме Апноэ зависит от возраста и дошкольный возраст. Здесь дебют и вся драма заключается в аденотензилярной патологии. У детей новорожденных это отрезе хаан, это ляринга моляции, это от ричера келлинза, или коллинза еще переводится, различные аномалии. Пьера, Рабена и так далее. Ну а в подростковом возрасте, мой любимый слайд, вот это, конечно же, пищевые предпочтения, это полные подростки, у которых случается Апноэ. И Чарльзом Диккенсом классически описано, разовощерки и слуга Джон, Джо, который засыпал при любом случае. Ну и посмотрите, как давно уже хилом описана статья о некоторых причинах отставания у детей практически 150 лет, и мы до сих пор только начинаем подкрадываться после работ ГУИ-Миньона, ОСУАСу взрослых, тому, что же происходит у детей. Таким образом, актуальностью исследования мы понимаем, что эмоционально-волевые и когнитивные познавательные функции у детей с Апноэ встречаются в три раза чаще, и порой ставятся популярные диагнозы СДВГ, теперь ставится аутизм какой-нибудь атипичный. Кстати, после, например, аденотомии и шунтирования дети начинают говорить, и мы получаем драму целую, что, оказывается, нет никакого аутизма, а ребенок замечательным, была кондуктивная тугоухость, и так далее, и так далее. Мы изучили неврологический статус, отаринолерингологический статус, клинические, высшие психические функции. У всех детей было ночное исследование СНА, это были не анкеты, это было комплексное прополисомнографическое исследование с кардиореспираторным мониторингом. Итак, что же мы получили по жалобам родителям? Внимание, повышенная утомляемость 40%. Можно сказать, что СДВГ? Да. Ну, представьте, а еще есть препараты, которые снижают мышечный тонус, тогда, парадоксально, мы можем уменьшить объем дыхательного пространства глотки. Я напоминаю, что когда мы засыпаем, мышечный тонус падает, вырабатывается гелецинский мозг, и у нас возникает то, что глотка становится уже. Гор врач оценивает днем, а мы говорим про ночное время. Плюс ребенок горизонтальное положение, кровоток головы на 25%. Напоминаю, что слифоидная ткань связана еще и с желудочно-кишечным трактом, поэтому ГРБ бывает 70% случаев у этих детей. Кстати, когда лечение проводим, и ГРБ меньше становится. И что же происходит? Происходит то, что еще и назначается препарат, глотка становится уже, а пноя парадоксально усиливается, и врач-невролог говорит, вроде бы должно быть улучшение, у ребенка еще хуже, он больше ворочается. И первый признак у педиатра, который должен спросить, не запрокидывает ли ребенок голову, не ворочается ли он часто в постели, не ищет ли себе положение. Эти дети чаще спят на боку и на животе, особенно вот так вот. А их сразу к остеопату за это. Неустойчивость внимания 65%, посмотрите, коллеги, расторможенность 25% и до 38% имели нарушение утренней свежести. Поэтому спрашивайте анамны с родителями, наши помощники, все-таки с родителями нужно беседовать. При проведении лор-обследований, что мы выявили у этой группы детей? Стаж носовой обструкции от 6 месяцев до 5 лет внимания. Понимаете? Это из той оперы, как говорят хирурги, засохнется, мот падет. Понимаете? Вот так порой к лор-врачам мы говорим, посмотрите, давайте эндоскопически, и коллеги, вот проводя семинары с профессором Рацик в разных регионах, четко на сегодняшний день мы понимаем, что нужно эндоскопически смотреть. Потому что у детей есть 60% аденоиды, которые находятся вот так, а 30% которых вот так. Еще и ушные валики поддавливают, и у них бывают нарушения кондуктивные. А я напоминаю, что у ребенка фразовая речь формируется с 1,5 до 2,5 лет и запускается фонематический анализ. Ребенок ищет смысловую опору в родной речи, он может отчуждать смысл, и дальше что получится, я вам покажу диктанты детей с опной сна и привет из детства в школе. Таким образом, что мы увидели? Аденоиды были у 89% детей. Здесь посмотрите, аденоид третьей степени с аденоидитом. Напоминаю, в физике же закон Пуазеля. Диаметр дыхательной трубки, если сократить в два раза, сопротивление оттока воздуха увеличивается в 16 раз, вызывает турбулентность и храб. Дальше, посмотрите, диастаз между зубками большой, у ребенка гипотония неба, у боли гипертрофированы, припаянные нюбные миндалины. Кстати, у этого ребенка была аденотомия, и опной остались, потому что забыли посмотреть миндалины и здесь их решать вопрос с ними. Что же мы увидели? Первое. У детей 93% детей с опной и легкой степени по шкале Бейтона имелась мезенхимальная недостаточность, коллеги. А это не только анатомически узкая глотка, и тогда мы предлагаем использовать пробу малампати, как в реанимации. Смотрите, ЗЕВ, смотрите, язычок стоит, заднюю стенку с небной дужкой, видите, первая степень, храп редко, опноя будет редко. На половину, видите, вторая, третья, самая узкая глотка, ждите проблемы с храпом, с опной и предрасположенность. Посмотрите, в группе основной чаще всего мы видели мезенхимальную недостаточность, а мы получили корреляционные данные, у детей с дисплазийственной тканью увеличился индекс дыхательных расстройств и увеличилась продолжительность опноя сна. А мы с вами помним, что санитная ткань формируется вместе с иммунной тканью, это один росток из мышечной гипотонии. Посмотрите, тогда мы получаем предрасположенность врожденную какую-то. Мы с вами, коллеги, думаем, иммунолог об иммунных, там педиатр давящий, а гастронтеролог о Герби подумает, я как самолог об опноя, а оказывается, мы с вами получаем уже какое-то врожденное, отклоняющееся развитие, диезонтогенетические проявления, и каждый мы с вами работаем с какой-то верхушкой айсберга. И не подходим целостно к этой проблеме, и ребёнка смотрим по органам, разбираем там невролог, опять же, педиатр и так далее. Посмотрите, здесь метаболические процессы, санитная ткань, вегетативная дисфункция, рецидивирующие инфекционные болезни, коллапс верхних дыхательных путей и усугубление апноэ. 93% детей имели. И у всех было, кстати, в раннем возрасте задержка речевого развития. Я напоминаю, на сегодняшний день достояние России, это, конечно же, классическая нейропсихология лурия. И коллеги напоминаю, что вся баталия происходит до двух лет, когда созревает первый блок. Это ствол головного мозга, там центры сна, центры уровня бодрствования, высшие иммунные эндокринные центры, напоминаю, диэнцефальная область. Всё, чем мы ребёнка напитаем и как воспитаем до двух лет, на уровне гештальтов, подсознание закрепляется на правом полушарии и на подкорке, извините, уж оговариваюсь. Поэтому очень важно, и на сегодняшний день мы вступили в эру всё-таки эпигенетики, а не генетики уже, как мы кормим, как воспитываем, как дышит ребёнок и как спит, будет очень-очень важно. Ну и вот посмотрите, когнитивные нарушения и апноя. Давайте коснёмся двух моментов. Вот он ствол мозга. Посмотрите, доказана связь апноя с нас с поведенческими и когнитивными нарушениями детей в литературные данные. Нарушение поведения следует рассматривать как потенциальное последствие апноя, а не СДВГ. Это может быть маской, фенокопией СДВГ, но это не СДВГ. Что же мы получили? Во-первых, из литературных данных мы знаем, что продемонстрировано снижение плотности стервого вещества гиппокампа, это центры долговременной памяти, жить проблемы с долговременной памятью, и префронтальных, самых молодых нейронов, а это лексика грамматика, это управляющие функции контроля, самоконтроля, средоточенности. Ждите у этих детей нарушения почерка, не успевают за темпом класса и в садике не успевают. И чем они будут компенсировать? Подкорка себя всегда компенсирует движением. Ребёнок будет вставать и компенсаторно двигаться. А у нас в школе двигаться теперь нельзя, потому что школа формирует рейтинги. Таким образом, первое, к чему приводит синдром апноэ сна, кондуктивная тугоухость валик прикрывается у детей на 20 дБ, при аденоидах падает дифференцировка звуков, а это ПБ, КГ, ТД, ТОМ-ДОМ, мышка-мишка, и пошло-поехало. Межзубный сигматизм, нарушение нейрон-тагенеза. Как на приёме быстро сфокусироваться на ребёнке сапноэ? Это называется в логопедии и фониатрии задняя закрытая ринололия. Я перешёл сейчас на заднюю закрытую ринололию. Это звуки Н и М, нитка, машина, машина. Будут уходить в нос, и вы можете без лора уже заподозрить аденотензелярную патологию. Очень быстро и легко. Это открытый рот, это птичье лицо, и это в нашем исследовании 40% детей имели межзубный сигматизм. Тяга мышц нарушается, хроническое ротовое дыхание приводит к тому, что язык прокладывается, верхняя челюсть остаётся готической, как шпиль готики, не уходит в горизонт, и у ребёнка возникает межзубный профиль, логопед ничего не может сделать, собака, сковородка. Вот у нас было сейчас из Челябинска тоже пациент, из Челябинска, из Златоуста. И у ребёнка поставили ортодонты вестибулярную пластину, а он хуже стал спать, потому что у него пноя. И ребёнок ночью носом не мог дышать, ещё пластина во рту. Чем же ему дышать? Какой использует тогда физиологическое отверстие, да? Так вот, это мы тоже увидели. И вот, пожалуйста, последствия кондуктивной тугоухости. 60% детей имели фономатическую недостаточность. Наш пациент, это ребёнок в семье, где у папы и у мамы были аденоиды. Это, как мы все в педиатрии знаем, лифатикогипопластический диатез. Да, нас в педиатрии классической этому учили. Вот, пожалуйста, здесь два типа дисграфии. Первая дисграфия фономатическая, как слышу, так и пишу. ПП, замена, ПЮ, вместо ПЮ, да? И у ребёнка вторая, астеническая дисграфия, он быстро истощается и будет почерк нарушаться с каждым годом. Ну и вот наши данные из наших исследований. У детей нарушены у всех были префронтальная область. Это моторика, это слоговой состав слова, это фономатический анализ, анализ звуков на слух, коллеги. За счёт кондуктивного компонента снижение показателей слуха речевой памяти было достоверно, пожалуйста, вам здесь, на этом слайде. Посмотрите, уровень внимания, продуктивности внимания очень низкий, было 16% детей сопное, лёгкой степени, напоминаю, все дети были лёгкой степени. Посмотрите, низкий уровень, 64% детей имели уровень внимания. Ну и дальше, тревога. А мы все прекрасно знаем, что к пяти годам лобная доля – это всадник, который начинает держать вожжи под названием подкорка, да, и мы учимся контролировать свои эмоции, это воля, коллизия воли и эмоций, да. Так вот, если ребёнок волевой и правильно воспитан, правильно сдерживает эмоции, с учётом общественной нормы правил, контролирует берега общественной жизни. Так вот, если биологический субстрат нарушен, то хоть какие не были бы семь пигей во лбу родителей воспитывающих, ребёнок будет очень тревожный, очень вспыльчивый, агрессивный, что проявляется у детей с опноя. Поэтому уровень тревоги был больше 50%, что считается высокий, у более половины детей с опноя сна. Лобные доли не сдержали эмоций. Как же тогда это рубрифицировать, если это не синдром опноя сна? Конечно же, как в рубрификации астения. И я порой, работая с данной группой детей, мы в лаборатории, мы пишем цереброастению, если больше видим когнитивных нарушений, или самотогенную астению. Поэтому детский невролог должен работать с септисоммунологом, с педиатром и с лор-врачом по этой проблеме, конечно же. Поэтому, коллеги, это астения, это симптом спички, гиперэстезия. Эти дети реагируют на звуки излишнего, ушки закрывают, перевозбуждаются, не так посмотрели, не то сказали. Вот как мы с вами до и после работы в астении, потому как астения это удел и врачей тоже. Поэтому нужно проводить дифференциальную диагностику. Ну а как же помочь, меня спрашивают, порой медикаментозно, то у нас есть препарат здесь 8 лет. Почему я несколько раз повторился? Потому что гамма-аминомасляная кислота до 5-6 лет у детей может вызывать наоборот возбуждение. Гаммк в раннем возрасте доставляет не хлор в клеточке, а кальций возбуждающий и белок рейлин и отвечает гаммк за возбуждение. Вот почему на гаммк препарат до 5 лет дети у вас могут забегать, дать больше кортизола и снизить пролиферацию лимфоцитов, а вы не понимаете, почему ребенок болеет. Это незнание возрастной фармакологии. То есть 7-8 лет ноофен прекрасно сработает по двум направлениям. Первое. За счет того, что он даст гаммку, успокоится подкорка, ребенок будет более спокойный, без сонливости, и он даст еще одно вещество, которое называется фенилэтиламин, которое идет на синтез дофамина и норадреналина. Дофамин, норадреналин возбуждают лобные доли, улучшают у ребенка концентрацию, повышение интересов и так далее. Работа по двум фронтам. Поэтому и противовозбуждающий, и мягкий стимулирующий эффект. Ноотропный, противотревожный, анальгетический и противофобический результат препарата ноофен и не снизит мускулатуру у ребенка. 250-500 мг в 2-3 раза в день мы принимаем от месяца до полутора месяцев у детей. У нашей исследования были кандидатской диссертации о аденотензилярной патологии применения адаптола, но вот, к сожалению, приходится пару оффлейбл работать, но адаптол хороший вегетостабилизатор, и мы также его используем у детей с аденотензилярной патологией, не вызывая сонливости. Таким образом, приходя к заключению к выводам, теперь давайте о сне. Проводили лицу всех детей структура сна, и посмотрите, вот классическая апноэ, вашему вниманию, на кардиореспираторном мониторинге стахикардии. У детей группы основной 2 и 3 апноэ в час было, норма у детей сравнения, контрольная 0,7-0,8, длительность более 10 секунд, а вашему вниманию структура сна. Что мы увидели? Первое. У детей были скачки сатурации, кислород то выше, то ниже, то выше, то ниже. А это что? Это билипидный слой мембран, тогда вам придется еще и лецитин добавлять, и омегу, потому что происходит окисление билипидного слоя, а цитидина-5-дифосфохолин, это 60% мембраны эритроцитов, гепатоцитов и нейронов. Поэтому происходит перекисное окисление, нейроны плохо работают, особенно лобных долей. А что касается педиатрической практики, то четко доказано развитие эндотелиальной дисфункции, раннего атеросклероза и артериальной гипертензии, как следствие аденотензелярной патологии сапноя в раннем возрасте. Последние данные исследования в Китае, дети, у которых было апноя легкой и средней степени, особенно мальчики, в подростковом возрасте половины имели тревожно-депрессивные расстройства, как следствие перенесенных в детстве, поэтому педиатрия должна и нужна педиатрия. Понимаете? Вот, пожалуйста, механизм. Раз. Поэтому родом из детства мы говорим, и кого же мы подставим терапевтов, зависит от нас педиатров. Ну и в заключении, посмотрите, было 30 детей основной группы, 2,3 остановки дыхания, индекс храпа четко прослеживается, и внимание снизу, коллеги, количество эпизодов тахикардии. 150 в час, у детей группы здоровых 36 в час. Тахикардия. А это что? Ночь царства вагуса, мы с вами знаем. То у ребенка возникает царство симпатику за счет реакции активации, постоянно идет симпато-адреналовое звено, и это приводит к истощению срыва адаптивных эрготропных механизмов над сегментарной вегетативной нервной системой, и ждите вегетативные срывы во взрослой деятельности, а тем более добавьте сюда школа хуже армии, требования завышены, и все. И структура сна. Я не буду здесь нагружать цифрами, вот результаты нашего исследования большого, оно проделилось 5 лет. У детей у всех имелось снижение фазы сновидений. У них мало было сновиденческой активности при апноэ сна. Была тенденция к дельта-сну, профунда сомнии. Напоминаю, что у детей с апноэ в половине случаев случается энурез. А после лечения дентонизолярной патологии эта форма энуреза проходит. Таким образом, напоминаю, что фаза сновидения отвечает за синаптообразование, за образование связи в нейронах, ветвление дендридов влияет на нейроонтогенез. Напоминаю, внутриутробно, в утробе мамы, у ребенка возникает 90% сновиденческих инфантильных сновидений. У новорожденного 80%. Из трех месяцев начинается постепенное снижение. Вот насколько в онтогенезе важна стадия сновидений. А у детей с апноэ в наших исследованиях при СДВГ мы это тоже нашли, и при речевых нарушениях, мы увидели парадоксальное, драматичное снижение сновиденческой активности. А это созревание нейронов. Резюме. Корреляционный анализ привел к тому, что у детей с апноэ на фоне аденотентилярной патологии, снижение сновиденческой активности приводит к снижению фонематики, повышается тревожность, слух и речевая память падает, апноэ усиливается, тахикардия больше, ждите проблем в кардиоваскулярной сфере. И последнее. У детей с апноэ сна было меньше циклов сна. До трех, а у здоровых детей 4-5 циклов сна. Посмотрите. Вот ребенок с апноэ, один цикл, два, всего три цикла сна. Таким образом, много здесь взаимоотношений мы увидели. А в заключение скажем, особенность сна при синдроме апноэ у детей. Это активация поперечной малосатой мускулатуры, для того, чтобы ребенок подбуживался. У них чаще бывает с наговорения, снахождение и НРС 47%. Далее. Помимо хронической аденотензилярной патологии у детей дошкольного возраста сапноэ, ведущим этиологическим фактором было мезенхемальная недостаточность, ведущий нейропсихологический процесс, это сбой самых молодых лобных отделов и недостаточность подкорки с активацией. Таким образом, полученные нам результаты подтверждают, что апноэ сна влияет на фундаментальные и универсальные механизмы созревания хронобиологических процессов, на характер структуры сна и алгоритм нейропсихологического созревания. Если у ребёнка видят СДВГ, ожирение непонятно какое. Знаете, как старые лор-врачи говорили в 50-е годы, ты подрежь ему миндаль, но он начнёт у тебя расти и меньше будет полнеть. Так вот, соматотропный гормон 80% первый цикл сна, цикл сна нарушен у этих детей. Так вот, нарушение развития речи у часто болеющих детей мы тоже исключаем всегда кондуктивную тугоухость, коллеги. Смотрите, нужно смотреть, конечно, камеры. Ну и в заключении, как помочь? Всем детям можно помочь в педиатрической неврологии. Очень просто. Учить, воспитывать и лечить. Поэтому сильнее любви может быть только терпение, мы говорим. И родителям терпеливно надо объяснять, и родители будут уметь терпеть. Конечно же, оперативное лечение по показаниям, только по показаниям, абсолютное показание, это апноэ сна, конечно же. Если проведено два курса лечения, у иммунолога, у лора нет результатов, то нужно ставить вопрос, нечего тянуть. Я вам показал сегодня, каковы могут быть последствия. Ну и где почитать? У нас вышла монография, благодаря работе и инициатору, профессору Пальчику Александру Бейнусовичу. Вы можете заказать себе книгу. Сон и его расстройства у детей. Она адресована для детских неврологов и педиатров. Монографии мало в России по сну у детей. И вот здесь наш скромный вклад в нашей Пермской лаборатории сна имеется. В заключение, я предлагаю вам никогда не сдаваться при любых обстоятельствах. Ну и, конечно же, несколько слов в стихах. Я всем сердцем желаю вам ярких снов. Пусть укроет вас ночи нежный покров, Чтоб плохое забылось, Чтоб приятное снилось, И чтобы все-все-все-все Хоть в снах ваших сбылось. Спасибо.